Собирали для детей, а потратили на себя. Как утверждает прокуратура, фонд поддержки детей из 178 выделенных миллионов 130 отдал на зарплату своим сотрудникам. В фонде все это называют клеветой и собираются защищаться. О позициях сторон расскажет Евгения Воскобойникова. Женя. Спасибо, Настя. Действительно, Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело в отношении главы фонда поддержки детей, где большая часть средств ушла именно на зарплаты сотрудникам, а не на детей, не на помощь детям. Все выяснилось после проверки, которая проводилась в конце мая-начале июня этого года. Оказалось, что в фонде не в полной мере выполняются поставленные перед ним задачи. При этом большую часть средств для своей деятельности сотрудники фонда получают именно из федерального бюджета. А доля других привлеченных средств составила не более 1%, в том числе и из-за непрозрачности проводимой работы. По данным прокуратуры в фонде создали все условия для того, чтобы беспрепятственно расходовать бюджетные деньги. Они отправлялись не детям, которые оказывали сложные ситуации, а растрачиваясь на гранты для каких-то непонятных проектов различных организаций. В свою очередь Марина Гордеева, руководитель фонда, считает необоснованным это обвинение генпрокуратуры, говоря о том, что есть такое понятие, как собственные программы. К ним относятся мероприятия, которые фонд проводит на всех территориях, для всех специалистов, которые работают в этой сфере. Но основная наша деятельность – это конкурсный отбор и грантовая поддержка мероприятий. В 2010 году, кроме средств самого фонда, на программы в регионах было привлечено около 9 миллиардов рублей. Ну, также она отметила, Гордеева отметила, что касается зарплаты сотрудников, действительно подтвердилось, что был допущен перерасход зарплаты в четвертом квартале 2010 года. Настя. Спасибо, Женя. Это Евгения Воскобойникова. В 9 вечера мы ждем в гости председателя правления фонда поддержки детей Марину Гордееву.